Храм Господень, 20 праздник. Сегодня действительно, как отец Алексей замечательно сказал, произошло совпадение воскресного дня с памятью Божьей Матери и, конечно, промыслительное. Мы в евангельском чтении, которое сегодня было, слышали с вами о безумном богаче, который видел смысл жизни в том, чтобы пить, есть и веселиться. И не учел он только одного, что все в руце Божьей, и его жизнь тоже в руках Божьих. И поэтому Господь, как бы, его сожалением говорит, что в эту же ночь и стягнут душу твою. О чем это говорит? Это говорит о том, что все на самом деле, что наполняет этот мир, это есть все Божие. И люди, это тоже люди Божьи, даже если они, несмотря на то, что они, может быть, далеки от Бога по грехам своим, но они тоже Божьи. И все богатство мира, которое существует, тоже Божьи. И каждому по силам верено управлять тем или иным. Ну, большинству людей верено управлять, например, семьей. Но, ну, я имею ввиду, там, отцов, матерей. Но надо понимать, что ты, на самом деле, подотчетен Богу. Что ты, тебе дана власть какая-то, да, относительная, но ты должен ее употреблять только лишь в той степени, в которой это соответствует закону Божьему. То есть, для того, чтобы всем, всем тоже славили Бога, любили Его, чтобы жили по нравственному закону. Тебе дана какая-то там другая, предположим, власть, государственная. То же самое. Смотри на это, как на некое поручение, которое тебе дано от Бога. Тебе дано управление электростанцией. Тоже понимать, что это, на самом деле, не столько средство, так сказать, коммерческого успеха, сколько тебе дано, вручено от Бога, вручено тебе управление вот этим коллективом или этой там машиной. И ты должен тоже это делать. Тебе дана трапезная, значит, тоже надо понимать, что не ты хозяин этой трапезной, а Бог хозяин. И надо делать так, чтобы люди, которые приходили, чтобы они понимали, что они пришли в Дом Божий, а не в дом, в котором есть какие-то другие хозяина. Тебе дано там право управлять учениками в школе. То же самое. Понимая, что это есть некое поручение от Бога. И вот если мы каждому нашему таланту, каждому нашему богатству, которое Господь дарует нам, будем относиться именно таким образом, то тогда мы будем служить Богу. Если же мы будем думать, что мы хозяина, то это означает, что мы на самом деле не понимаем, что хозяин везде это Господь. Что и мы на самом деле тоже в его власти. Что и нам Господь может когда-нибудь сказать, что безумный, в эту же ночь душу твою отдашь. И не надо себя, может быть, даже как-то утешать, что «а я вот служу Богу таким образом». Нет, надо понимать, что надо Богу служить так, как сказано в Евангелии. А как сказано в Евангелии? Люди Бога и ближнего своего. Если своего ближнего будешь любить и жаждать того, чтобы он тоже пришел к Богу, то это и будет как бы истинное твое предназначение. Тогда, значит, ты спасаешься, а иначе погибаешь. Помолимся. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!